Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашний очаг с Марины. Сегодня я даю вам задание. На 18 февраля мы работаем с вами в спальной комнате. И сегодня я приглашаю вас обратить внимание на вашу постель, кровать, подушки, одеяло и обязательно вашу ночную одежду. На этом же канале у меня есть видео для женщин о ночной одежде. Пожалуйста, посмотрите его, оно очень интересное, даже с точки зрения духовности и эзотерики. Итак, сегодня я вам предлагаю в любом случае собрать ваше белье, которое находилось на вашей постели, загрузить его в стирку. В это же время вы проанализируйте, пожалуйста, достаточно ли у вас постельного белья, нет ли такое, что у вас наволочка одна, простынь другая, пододеяльник третий. Если по каким-то причинам у вас такое постельное белье, здесь ничего страшного нет, лишь бы оно было чистое и ароматное. Может быть, подберете под какую-то гармонию. Под белую простынь подходит любой пододеяльник, любая наволочка. Ну вот наволочку с пододеяльника, может быть, вы какую-то гармонию создадите. Пожалуйста, пересмотрите и мысленно, и так вот визуально все постельное белье, которое у вас находится. Я постараюсь выложить вам видео, как мы храним постельное белье. Ну а сейчас я просто, чтобы вы сразу перевели это все в порядок, хочу сказать, что вы складываете пододеяльник и простынь, складываете в развернутую наволочку. И вот эта наволочка у вас уже будет как готовый комплект белья, когда вы в любой момент открыли свой гардероб, досадали свое постельное белье, которое полностью находится в наволочке. И у вас, опять же, не разбросанная наволочка, простынь где-то. Это все очень компактно. Поэтому, пожалуйста, постельное белье сложите все, вот как я вам сказала, в наволочке к этому комплекту относящемуся. Ну а в данном случае мы меняем белье, которое у вас на кровати. Если у вас на матрасник, пересматриваем его. Если он допускает стирку, мы его стираем. Если у вас меховые на матраснике, пожалуйста, произведите. Можно вытрусить их на улице, на балконе или выйти на улицу, чтобы это не получился ваш пылесборник. Потому что это и аллергия, и накопление всяких клещей и пыли. Я бы вам советовала кровать все-таки пропылесосить и взять влажную салфетку, влажную тканевую салфетку. Я очень люблю брать водичку в ковшик, добавлять кондиционер для белья, макаю губку или влажную салфетку и прохожусь по постельному, по кровати в данном случае. Даже по креслам я могу пройтись, по стульям, если у вас там пуфики какие-то. То есть такая влажная уборка и снимет еще пыль с матрасника, с кресел, со стульев, с пуфиков. Ну и опять же, принесет очень приятный запах вам в спальную комнату. Поэтому сегодня мы с вами приводим в порядок нашу кровать. И так как я вам уже говорила в самом начале плейлиста о спальне, то что для японцев кровать это ваш разум. Я вам уже в начале плейлиста о спальне говорила, что для японцев кровать это и разум, и здравый смысл. Поэтому проанализируйте, как вы спите, какая у вас подушка. Вы спите, я надеюсь, со своим мужем, какая у него подушка, то есть подходит ли это анатомически. А если вы спите одна, в любом случае я вам советую на постели не иметь одну подушечку. У вас все равно должно быть две подушки, как бы там ни было, для того, чтобы вам было комфортнее. Ну и по эзотерическим правилам нельзя, чтобы подушка одна была на кровати. Можете себе обсыпать множество маленьких подушечек. Они очень удобные, они называются думочки. То есть их можно и под голову, и на голову, и под бочок. И вам всегда будет очень удобно и комфортно. И сегодня мы с вами пересмотрели постельное белье, кровать. Пожалуйста, если у вас есть время, я вам советую снять свои гардины или шторы. Тоже постирать их, привести в порядок. Если вы временем ограничены, не надо сейчас это делать. Потому что мы с вами встретимся в этой зоне через месяц. И в связи с тем, что вы уже сейчас у меня наведете порядок в гардеробе, там, в комодах своих. Может быть мы через месяц займемся, когда уже будет тепло, и окном, и своими шторами. Поэтому по возможности, если есть, то приведите в порядок. Если нет, то оставьте это пока в покое. И сегодня будет самое главное для вас задание. Это ночное белье для женщины. Пожалуйста, достаньте все свои комбинашечки, ночнушечки. Если вы в футболочках спите или просто в каких-то трусиках, шортиках, пожалуйста, пересмотрите. Я вам советую сегодня записать, что подкупить. И мы с вами переведем и постель, и себя в порядок. Прежде всего для того, чтобы очень хорошо, быстро восстанавливать свое психическое и физическое состояние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...